МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уходящая неделя запомнится жителям страны общением с президентом. 15 июня Владимир Путин провел 15-ю прямую линию. За 4 часа общения с россиянами он ответил на 70 вопросов из 4 миллионов поступивших. Но ответы главы государства были достаточно емкими, поэтому закрыли самые острые темы и проблемы, которые волнуют россиян. Прекращение рецессии, успехи в импортозамещении, новые технологии на благо экологии, программа «Дальневосточный гектар», индексация пенсий и достойный уровень заработных плат. Круг вопросов, которые поступили Владимиру Путину, был широк. Сообщения поступали со всех регионов страны, от людей разных профессий и отраслей. В этом году впервые вопросы и предложения поступали не только по телефону, непосредством СМС, ММС и социальных сетях, но и через мобильные приложения «Москва Путину» и «Оклайф». Первый вопрос, открывший прямую линию, про кризис. Смогла ли российская экономика преодолеть рецессию? Владимир Путин уверенно заявил, сегодня наблюдается рост инвестиций в основной капитал, а это задел на будущее. Инфляция в 4% – тоже большое достижение для экономики. В прошлом году удалось поднять нижнюю планку минимального размера оплаты труда на 20%, проиндексировать пенсии. Все-таки, когда вот этот рост экономики граждане реально почувствуют на себе? Когда это произойдет? Вы знаете, в принципе, планка падения достаточно серьезная была, поэтому почувствовать сразу сложно. Я сказал ведь в самом начале, что считаю эту проблему самой важной и самой острой. И за прошлый год она подросла на 0,7%. Конечно, наверное, это еще пока трудно заметить, хотя в апреле этого года рост составил уже 2,3-2,4%. Тем не менее, люди жалуются на низкий уровень заработных плат. С таким вопросом обратилась жительница Иркутской области. Молодой учитель начальных классов получает 16,5 тысяч рублей. Мы и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей по средней экономике. Вот я боюсь ошибиться, не помню точную цифру, сколько средней по экономике в Иркутской области, но где-то 30 с небольшим тысяч. Средняя у учителей, средняя по экономике в Иркутской области 30 с лишним тысяч. Значит, учителей даже чуть больше в Иркутской области. Что происходит на практике? У нас деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа. Она определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Людей интересовали кадровые перестановки руководства в регионах. По словам президента, многие из них отработали на местах более 10 лет и хотели проявить себя в другом месте. В каких-то регионах смену руководителя инициировали сами люди. Насколько эффективно они работают, покажут время и оценка населения. Работать в регионах непросто, и федерация готова подставить плечом. Поддержка губернаторов есть, надо работать и показывать результат. Один из важных вопросов прямой линии – экология. Коллективное обращение пришло из Московской области. Жители беспокоит гигантская свалка, которая располагается всего в 200 метрах от жилых кварталов. Мы не знаем, что нам делать. Это проблема не только нас, это проблема вообще всей страны. Что нам делать в этой ситуации, мы не знаем. Обращение к вам – это последняя надежда на все. Вопрос очень болезненный и сложный, я прекрасно вас понимаю. Но что предполагается сделать? Ну, во-первых, принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. На первом этапе их будет четыре, три из них в Московской области. Значит, кстати говоря, это хорошие технологии, японские, по-моему, хитачи. И строить будет наша компания Ростех. Итоги программы импортозамещения, жилье по горельцам, проблемы с получением дальневосточного гектара. На прямую линию с президентом выходили люди разных профессий и отраслей. В прямом эфире побывал и Артём Алексеевич, новорождённый из Уфы. Он появился на свет в перинатальном центре, сотрудники которого беспокоятся о демографической ситуации в стране. Нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Это продление материнского капитала в той или иной форме. Либо в том виде, в каком он есть сейчас, либо как-то в виде изменённого. Значит, нам нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребёнка у молодых мам. И, может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые ещё на ноги не встали. Им нужна поддержка. Надо подумать на тему о том, как стимулировать рождение второго-третьего ребёнка у более взрослых мам за 30 лет и больше. Вопросы Владимиру Путину поступали на протяжении всего прямого эфира. Каждую минуту более сотни СМС и 400 звонков. Всего за четыре часа общения с народом президент ответил почти на сотню важных вопросов. В ходе прямой линии глава государства не обошёл стороной и тему развития Арктики, отметив, что Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее России. Примерно 30% всех углеводородов будут добывать в именно Арктическом регионе. Но нужно обеспечивать не только хозяйственную деятельность в Арктике, нужно обеспечивать и военное присутствие, обеспечить охрану границ. Сейчас для этого есть все возможности, отметил Владимир Путин. Арктическая тема, затронутая президентом, не осталась без внимания региональных властей и арктических субъектов, впрочем, как и другие темы, поднятые в ходе прямой линии. В ходе прямой линии с главой государства мы ещё раз убедились в том, что вопросы, которые волнуют жителей страны, отражают и основную проблематику жителей нашего округа. Это уровень заработной платы тех, кто не попадает в так называемые подуказанные категории, строительство дорог, переселение из ветхого и аварийного жилья, вопросы использования материнского капитала, индексация пенсий. Такой формат обратной связи даёт возможность понять происходящее в России процессы с точки зрения простых её граждан, а в нашем случае ещё и убедиться в том, что мы сегодня находимся в единой повестке со всей страной, сказал губернатор округа Игорь Кошин по итогам прямой линии президента. Кроме того, Игорь Кошин отметил, что в случае, если вопросы президенту от жителей округа поступали, но не были озвучены в ходе эфира, они будут отработаны на месте. Председатель собрания депутатов Неницкого округа Анатолий Мяндин отметил, что важной темой на прямой линии стало переселение из ветхого и аварийного жилья. Неницкий округ выполняет программу переселения из ветхого жилья быстрее, чем другие регионы. Первый этап программы по сносу домов, которые признаны аварийными на 1 января 2012 года, завершён. Сейчас округ приступил к выполнению второго этапа программы. Недавно был сдан в эксплуатацию дом по улице Швецова в районе Старого аэропорта, где из 116 квартир большая часть отдана переселенцам из ветхого и аварийного жилфонда, подчеркнул Анатолий Мяндин. Ждать ли дорожного ремонта в этом году, построят ли дорогу на Телевскую, как привести в нормативное состояние трассу на Красное? Об этом на расширенной встрече с депутатами окружного собрания рассказал руководитель департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Алексей Еремеев. Он сообщил о состоянии дорог в Ненинском округе, работах в летний сезон и планах дорожной реконструкции на ближайшую перспективу. Ещё в 2015 году 95% региональных и муниципальных дорог находились в ненормативном состоянии. За два года удалось провести большую работу по реконструкции, строительству и ремонту дорог. Новое дорожное покрытие появилось на улицах Ленина, Первомайская, Вучейского, Хатанзейского, Октябрьская – 60 лет октября. Общая стоимость работ составила более 45 миллионов рублей. Летом этого года дорожную сеть дооснастят тротуарами, проведут освещение и заменят автобусные павильоны. Ориентировочная сумма на 2017 год у нас планировано 74 миллиона 230 тысяч. Это работы по завершению улицы Октябрьская, работы по улице Хатанзейского, где есть предписание ГИБДД и предписание прокуратуры и проектирование улицы Ленина. Аналогичную работу предстоит провести и по улице Хатанзейского. В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство тротуаров, пешеходных ограждений и освещения, но работы запланированы на 2018 год. Этим летом будет завершена реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская. За сезон 2016 сооружены водосборные колодцы, защита линий коммуникаций, частично сделано асфальтобетонное покрытие и освещение. На эти цели выделено 60 миллионов 240 тысяч рублей. Переходя к дорогам регионального значения, депутаты задали вопрос о дороге в посёлке Мирный. На пересечении с улицей Юбилейная каждый день стоят пробки. На участке нет светофоров и выехать из Мирного проблематично. На данный момент заключим цивилизованным строизаказчикам государственный контракт на выполнение проектных работ для приведения автомобильной дороги к нормативам. Это будет выполнение работы по пешеходным зонам, награждающим конструкциям, светофорное оборудование будет дополнительно выставлено, освещение запроектировано в соответствии с последними требованиями законодательства. Общая сумма контрактов 5 миллионов 950 тысяч. За прошедшие два года дорога на Ренмар-Искатели претерпела положительные изменения. Новое асфальтовое покрытие, освещение, установка дорожных знаков обошлись округу в 118 миллионов рублей. Сегодня в капитальном ремонте нуждается уличная дорожная сеть посёлка Искателей общей протяжённостью чуть более 11 километров. По подсчётам департамента, стоимость работ по приведению дорог в нормативное состояние составит не менее 400 миллионов рублей. В этом году будет разработана проектная документация на реконструкцию. Дороги оборудуют тротуарами, освещением, велосипедными дорожками и площадками для пунктов весового контроля. Сами работы начнутся в 2018 году. Этим летом будет продолжена работа по реконструкции магистральной дороги по маршруту Монтажников-Угольная-Юбилейная с участком до улицы Губкина. Сегодня идёт работа по возведению мостового перехода с тротуарами и пешеходным переходом. На эти цели заложены почти 62 миллиона рублей. Из них 60,5 миллионов – средства из федерального бюджета. Капитальные работы необходимы и на участке на Ренмар-Красное. На сегодня состояние дороги таково, что по ней нельзя перевозить детей и школьников. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий составляет миллиард рублей. Дополнительно на данном участке требуется возведение мостового перехода через реку Куя и подходов, где ориентировочная цена – порядка 3 миллиардов рублей. Что данная дорога требует серьёзного капитального положения. Сейчас, на данный момент, мы ведём только текущий ремонт и текущее содержание. В рамках этого пытаемся как-то содержать дорогу, чтобы она соответствовала минимальным каким-то требованиям. Как заметили депутаты, одна из причин плохого состояния дорог – отсутствие весового контроля. По улицам города беспрепятственно ездят тяжеловесы, разбивая асфальтовое покрытие. С декабря прошлого года в пункте весового контроля, который был приобретён округом в прошлом году, он находится в районе Харьези. Козательную динамику уже мы получили результат. Сейчас готовится совместная справка с ГИБДД по количеству нарушений, количеству взысканных штрафов, количеству оплаченных реализационных выплат предприятиями и организациями. Я думаю, что до конца июня мы эту справку сформируем совместную селью. Что касается дороги на Телюевскую, проект разбит на четыре участка. Три из них прошли госэкспертизу, остальные – на рассмотрении. Пока дорога строится, для связи Наринмара с поселением департамент предлагает соорудить ледовую переправу. Этот вопрос будет прорабатываться на законодательном уровне. Бюджетные средства на строительство социально важных объектов в Наринмаре расходовались крайне неэффективно. Об этом сообщил глава Наринмара Олег Белак на еженедельном оперативном совещании при губернаторе округа. Мэр города представил презентацию по объектам незавершенного строительства в столице региона. В этом реестре сегодня значатся 10 проектов. Общая сумма контрактов составляет 967 миллионов 800 тысяч рублей. Работы на сумму 690 миллионов уже оплачены. На завершение строительства администрации Наринмара придется изыскать более 270 миллионов рублей. На каждой из 10 объектов незавершенного строительства глава Наринмара представил дорожную карту. Общий анализ ситуации показал, что 5 проектов сегодня находятся в стадии принятия решения. Это укрепление береговой линии территории застройки в районе авиаторов, перевод на полное благоустройство кварталов центра Наринмара и домов в поселке Новый, реконструкция автодороги Морпорт, примыкание к федеральной дороге и второй очереди очистных сооружений. Что касается реконструкции второй очереди канализационных очистных сооружений, то в середине марта этого года подрядчик, управляющий компанией Петрофонд, обратился с иском о расторжении муниципального контракта. Администрация Наринмара направила встречное исковое заявление о расторжении контракта и взыскании неустойки. Общая сумма контракта 303,3 миллиона рублей, освоена 297,3 миллиона рублей, отметил Олег Белак. Контракт исполнил практически на 90%, не проведены только пусконаладочные работы. Не совсем было понятно, но только в последнее время обратились по расторжению контракта, то есть обвелись какие-то разговоры, пересняли переговоры. Единственный вариант, который возможен, сейчас мы это решаем в судебном порядке, и в том техническом исполнении, которое сейчас есть, необходимо через ОКТС, у них есть варианты решения, ну и стоимость доведения до конца этих работ, это порядка 30-40 миллионов рублей. По словам главы Наринмара, еще по четырем объектам принято решение о завершении строительства. Это разработка проекта на строительство моста через реку Городецкое, обеспечение транспортной инфраструктурой района Старый аэропорт, строительство блочных локальных сооружений по улице Бандарная и обустройство двора в районе Дома-4 по улице 60 лет СССР. Глава Наринмара подчеркнул, что по последнему проекту подрядчику в течение этого года необходимо устранить замечание, а заказчику, управлению городского хозяйства Наринмара, принять объект. Что касается строительства блочных локальных сооружений на Бандарной, то по мировому соглашению Нинецкая нефтяная компания обязуется завершить работы до 15 августа этого года, провести пусконаладочную до 15 ноября, а сдать объект 22 ноября. Цена контракта 52,9 миллиона рублей. На данный момент только один проект введен в эксплуатацию и передан по КТС на техобслуживание. Это очистные сооружения в поселке Качгард. Глава города Олег Белак отметил, что бюджетные средства на социально значимые объекты расходовались крайне эффективно, что обусловлено отсутствием должного контроля. Сегодня городская администрация в сложных финансо-экономических условиях вынуждена изыскивать средства на завершение строительства объектов. Игорь Кошин и генеральный директор компании «Рюсвет Петро» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому окружные учреждения профессионального образования смогут значительно улучшить свою материально-техническую базу. Договоренность о приобретении нового оборудования для Ненецкого аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профессионального училища была достигнута в ходе встречи главы региона с коллективами этих учреждений 23 мая 2017 года. Реалии сегодняшнего дня диктуют свои условия. В Ненецком округе необходимо менять структуру занятости. Но чтобы ее изменить, нужно готовить специалистов, получивших современное и, самое главное, качественное образование, готовыми работать по современным технологиям. В частности, в нефтегазовой отрасли. В рамках достигнутых договоренностей компания «Рюсвет Петро» направят 70 миллионов рублей на обновление материальной базы учреждений. За временную помощь получат все три учебных заведения округа – СТУ, социально-гуманитарный колледж и аграрно-экономический техникум. Я надеюсь, что уже осенью будет ночное оборудование. А последующие мы должны связать предприятия и учебные центры, то есть наши учебные заведения, с тем, чтобы уже начиналась производственная практика на конкретном предприятии, в конкретных производственных условиях. Вот если эту задачу мы решим, тогда мы дадим шанс нашим ребятам получить современное компетентное образование и в будущем получить очень качественное, высокооплачиваемое рабочее место. Данные статистики показывают, что в Ненецком округе процесс граждан трудоустроенных по профессии на сегодняшний день крайне невысок, как и процент жителей округа, работающих в нефтяных и сервисных компаниях. Сотрудничество компании «Рюсфит Петра» позволит готовить квалифицированные кадры, которые смогут конкурировать с другими специалистами. Мы стараемся эту инициативу поддержать и приложить максимальное усилие для того, чтобы получить положительный эффект. Значит, не секрет, что на самом деле есть сегодня конкуренция, есть рынок выбора специалистов. Получилось так, что специалистов выходит много. Мы не все достойны работать в ТЭКе, я имею в виду, как уровень профессионализма на первой стадии. Поэтому обращение губернатора к нам на сегодняшний день профинансировать учебное заведение округа, мы его поддержали. Валерий Клинчев также отметил, что компания готова продолжать взаимодействие с властями региона в области его социально-экономического развития. Проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте оплатят и неработающим членам семьи. Парламентарии региона на Комиссии по социальной политике рассмотрели законопроект, расширяющий право на получение льготного проезда в отпуск и обратно. Поправки внесены по многочисленным просьбам жителей Неницкого округа, путешествующих на личном транспорте. Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект о социальной выплате многодетным семьям НАУ на подготовку детей к школе и выплате единовременного пособия при выходе на пенсию работников бюджетной сферы Неницкого округа. Льготным проездом на личном транспорте смогут воспользоваться все неработающие члены семьи. Напомню, в прошлом году размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, как в России, так и за ее пределами, был ограничен суммой 35 тысяч рублей на каждого работника и каждого неработающего члена его семьи. Исключение сегодня составляет лишь проезд на личном транспорте. В этом случае воспользоваться льготным проездом может только работник организации. Этот пробел в правах граждан по многочисленным просьбам жителей региона устранят. Мы знаем, что сегодня прожа стоит примерно 30-35 тысяч, плюс если на бензин, там 10-15 тысяч, то прожа выходит за сумму 35 тысяч. И поступают уже неоднократные просьбы со стороны работников бюджетных учреждений, работающих членов семьи, чтобы уже, когда выезжает на личном транспорте, он уже оформлял дорогу не только на себя, но еще и на неработающего члена семьи. И в совокупности уже будет 70 тысяч. Действие закона предлагается распространить с 1 июня текущего года. Поправки в закон округа будут рассмотрены на ближайшей сессии собрания депутатов Неницкого округа для принятия в первом и втором окончательном чтениях. Еще одно изменение касается выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию работников бюджетной сферы в округе. Ее не просто возобновят, а сделают гарантированной частью системы оплаты труда. По поручению главы региона Игоря Кошина, выплату единовременного пособия при выходе на пенсию возобновят в виде материальной помощи в размере пяти окладов. Проект соответствующего постановления разработан администрацией региона. Документ предусматривает внесение изменений в положение об установлении систем оплаты труда работников госучреждений НАО. Заработная оплата всегда защищена, и включение этой выплаты в систему оплаты труда будет еще более серьезной гарантией для работников, потому что фонды оплаты труда всегда защищены, и всегда эти выплаты гарантированы при отрицательных последствиях в экономике. Предлагается установить и условия получения указанной материальной помощи. Трудовой стаж на территории Неницкого автономного округа не менее 35 календарных лет, и трудовой стаж в государственных муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств федерального окружного областного и местных бюджетов, или до 1 января от 1995 года винных расположенных на территории Неницкого округа образовательных организаций, не относящихся к организациям, финансируемым за счет средств федерального окружного областного местных бюджетов, не менее 20 календарных лет. На сегодняшний день возможны переходы из, например, учреждений культуры в образовательной организации и наоборот. Там, где общий стаж будет считаться, он должен представлять 20 лет, а общий стаж на территории Неницкого автономного округа 35 лет. При этом это очень важно, что в системе образования у нас были ведомственные детские сады, это, например, рыбокомбинаты, это, например, у аэропорта ведомственные сады. Все, кто работал по принадлежности раньше к ведомственным садам, на сегодняшний день под эти выплаты тоже попадают. Предоставление единовременного выходного пособия при выходе на пенсию возобновят для работников различных сфер деятельности – здравоохранения, образования, культуры, аварийно-спасательной службы, пожарной безопасности. Также на комиссии депутаты рассмотрели изменения в порядок предоставления многодетным семьям социальные выплаты на подготовку к учебному году. В новой редакции закона выплата вновь становится ежегодной, но её размер сокращается до 9 тысяч рублей. Выплата, как и прежде, будет предоставляться многодетным семьям Нинницкого округа, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, но только на детей, учащихся в основной школе, то есть с 1 по 9 класс. Исключаются ученики 10-11 классов, а также студенты профессиональных образовательных организаций. Также меняется и порядок возмещения выплаты. Ранее социальная выплата носила авансовый характер. Получатели соцподдержки должны были предоставить отчётные документы, товарные чеки на покупки, подтверждающие затраты на определённые законом цели. Теперь возмещение затрат будет происходить по факту произведённых расходов в виде компенсации. Такое решение продиктовано небрежным отношением к бюджетным средствам. За прошлый год не поступило отчётов о целевом использовании средств на сумму более 5 миллионов рублей, отметила вице-спикер Собрания депутатов НАУ Татьяна Бадьян. Законопроект будет вынесен на ближайшую сессию Собрания депутатов для принятия в первом и втором окончательном чтениях. Новая детская площадка украсила двор частного детского сада в посёлке Факел. Такой подарок малышам преподнесла администрация посёлка Искателей. Детское учреждение открылось в сентябре 2016 года и имеет всё необходимое для присмотра и ухода за малышами от года до трёх лет. Теперь у постояльцев будет и городок для игр на свежем воздухе. Там раковина у нас маленькая приспособлена, маленький унитаз. Ну, всё как положено, согласно Ростовке. Ванная комната, кухня, игровая, комната творчества и спальня. Всё как положено по санитарным нормам. Дети здесь проводят от часа до целого дня, когда родители на работе. С момента открытия группы временного пребывания здесь побывали более 70 малышей. А если маме, допустим, надо в больницу лечь, скажем так, оставляем ребёнка здесь. Если маме нужно на сессию ехать. Вот у нас даже есть женщина, которая регулярно прилетает сюда в командировку. Она прилетает с Катюшкой, с дочкой своей. Она мне звонит и говорит, что Ольга Дмитриевна, мы едем. Я говорю, мы вас ждём. Группа временного пребывания рассчитана на 15 человек. Возраст постояльцев – от года до трёх лет. В государственных детских садах на эту группу малышей очереди. Поэтому частные учреждения – настоящее спасение. Тем более, когда хозяйка детской группы хорошо знает своё дело и умеет создать уют. Ещё буквально два года назад этот коттедж пустовал. Затем администрация посёлка Искателей передала его частному предпринимателю. В сентябре 2016 года частное учреждение стало принимать первых малышей. Я думаю, что это не эксперимент, а это нормально. Сегодня у нас везде практикуется практика того, что должны быть частные садики развиваться. Я думаю, что на этой основе можно брать всем муниципальным образованием и такие методы использовать. Детская площадка стоимостью 300 тысяч рублей – ещё один подарок предпринимателю, который выполняет социально важную функцию. По словам Григория Коваленко, инициативные и предприимчивые жители всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны администрации. Многодетные родители, проживающие по улице Сущинского, 4, выступают против строительства магазина в своём дворе. По их мнению, пустующее место идеально подходит для размещения большой и комфортной детской площадки. За помощью в разрешении спора активные граждане обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Общественники вместе с представителями исполнительной власти города и округа, а также собственником будущего торгового павильона попытались найти компромисс. Мне кажется, здесь идеальное место. Дом закрывает от сквозняка частично, и площадка просматривается со всех окон. Здесь можно сделать хорошую площадку. Здесь много в этом районе семей неблагополучных, семей социального риска, многодетных. И хотелось бы, чтобы у них детство было хотя бы на детской площадке. Жильцы дома номер 4 по улице Сущинского заехали в этот большой строящийся микрорайон в 2015 году. На протяжении двух лет активные мамы пишут письма в различные инстанции с просьбой установить в их дворе комфортную, а главное, безопасную детскую площадку. По мнению молодых родителей, та, что есть сейчас, травмоопасна и не вмещает всех желающих. Только в одном четвёртом доме проживает 17 многодетных семей с четырьмя и более маленькими детьми. Под площадку для своих чад активные родители присмотрели хороший участок прямо во дворе дома. Новость о том, что в ближайшее время на этой территории появится большой торговый павильон, застала родителей врасплох. Вот будет такое красивое здание, полторы тысячи квадратных метров, стеклянное, внутри стеклянные эти самые будут, парковка вся будет, парковка до 15 машин, плюс благоустройство территории. Всё здесь будет сделано, у вас будет красивый район и красивый магазин, будет промышленный, хозяйственный, продовольственный магазин, будет общественное питание, закусочное на 50 мест, чтобы люди могли прийти покушать, пообедать и всё прочее. Разве это плохо, если в таком районе будет хороший магазин? Участок земли площадью 3800 квадратных метров городское потребительское общество получило в аренду в 2014 году. С этого времени исправно платит налоги, и сегодня нет никаких оснований для того, чтобы изъять этот участок у предпринимателей, пояснила представитель профильного окружного ведомства Анастасия Голговская. Что касается сроков строительства магазина, то, по словам Светланы Павесовой, модульное здание магазина уже закуплено, и речной навигации в скором времени будет доставлено в Нарьинмар. К Новому году магазин может открыть свои двери для покупателей. Я считаю, что Горпо, вообще-то, они уже зарекомендовали себя как социально ответственных партнёров. Ну а дети-то куда денутся? Чаяния многодетных родителей понятны и обоснованы, но в микрорайоне также проживает много пенсионеров и инвалидов, которым нужен магазин шаговой доступности. Общими усилиями жильцы дома, представители органов власти, собственник будущего торгового павильона и активисты Общероссийского народного фронта выработали два варианта развития ситуации. Предприятие готово отдать частично, потом уже, когда построится здание, они готовы выделить участок для того, чтобы жители сами могли распроедиться им, как они считают нужным. Но, с другой стороны, мы видим, что и та же маленькая площадка, которая рядом с ним находится, детская, она тоже недостаточно благоустроена для того, чтобы занимались дети. Мы надеемся, что наши просьбы в управляющую компанию помогут, и мы её достроим, доделайте, чтобы детям было здесь комфортно. Второй вариант – принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Активисты Общероссийского народного фронта помогут жителям оформить соответствующую заявку. Но это перспектива уже следующего года. В Наринмаре завершилась ежегодная акция «Всероссийский день посадки деревьев». За два дня удалось посадить около 500 саженцев. Маленькие деревца появились у школы номер 3, 5 имени Антона Пырерки, Ненецкого аграрно-экономического техникума. Озеленились дворы детских садов, теремок, росток, кораблик и детская площадка по улице Меньшикова. Саженцы березы, ели, ивы и лиственницы местные. Значит, шанс, что большая часть насаждений приживется, есть. В скором времени на этом месте начнется отсыпка участков для многодетных семей. Поэтому вся растительность будет погребена под толстым слоем песка. Благодаря инициативе экологов около 350 молодых деревьев спасти все-таки удастся. В скором времени не украсят улицы города. Спасение саженцев приурочили к масштабной акции «Всероссийский день посадки леса». Она проходит в апреле и мае во всех регионах страны. Ненецкий округ присоединился в числе последних из-за аномально затяжной весны. Главное – успеть выкопать молодые деревья до появления первых почек. Понятно, есть определенное время, когда необходимо садить деревья. Но, судя по этой территории, почки еще только-только начинают набухать. И я думаю, что еще потребуется недели-две для того, чтобы листики появились. Мы успеем. Приживутся ли молодые деревья на новом месте, зависит от технологии заготовки саженцев. Это дело доверили будущим экологам, ныне студентам Ненецкого аграрно-экономического техникума. Дерево стоит, во-первых, выкапывать всегда с той почвой, в которой он находится. Потому что это будет лучше, и дерево приживется на новом месте лучше. То есть надо будет еще с той же самой почвой его потом сажать. Поэтому оно будет лучше перерастать. И плюс корневая система уже привыка к этой почве будет вамного легче. Выкопанные деревья помещают в пакеты и сразу на место посадки. Один из наименее зеленых участков – территория Ненецкой окружной больницы. Анатолий Мяндин говорит, здесь надо сажать березу. Она хорошо приживается на новом месте и приносит здоровье. Каждым летом заготавливаю веники. Веники из березы. И береза дает здоровье, когда ты паришься в бане. Это самый лучший веник. Я считаю, что он все-таки должен быть березой. Это раз. А во-вторых, эта береза сажается на территории больничного комплекса. Я считаю, что она должна своим присутствием здесь радовать больных и давать им больше позитива и настроя на быстрейшее оздоровление. Радовать глаз зеленью очень важно для северян. После долгой зимы организму требуются яркие краски и свежий воздух. Это могут дать деревья, которых на улицах города пока немного. Поэтому озеленение – общественный праздник для горожан. Украсить свой двор или улицу может каждый. Ежегодно Департамент природопользования по заявкам предоставляет материал для посадки. У нас были заявки и от физических лиц на предоставление саженцев. То есть, кто обращался, саженцы получили. Большая благодарность у нас для… Мы благодарны всем участникам. Особенно хочется отметить студентов-экологов, которые непосредственно саженцы выкапывали. Это наиболее трудоемкая часть всей акции. Акция проходит в пятый раз. И за это время насаждения появились у библиотеки имени Печкова, Краевеческого музея, на территории Богоявленского храма. В этом году деревья посадили у школ, детских садов и организаций. 150 саженцев отправились в посёлок искателей, 50 – в частные хозяйства. В целом за два дня акции посажено около 500 деревьев. По словам губернатора Ненецкого округа, озеленение – важная часть в благоустройстве города. Чтобы жизнь в Нарьинмаре была комфортной, предстоит большая работа. По уборке улиц, обустройству дорог, ремонту коммунальных сетей и водозабора. С совместными усилиями двух бюджетов, конечно же, всю инфраструктуру нужно приводить в порядок. Но помимо инфраструктуры, то, что лежит в земле, то, что не видно глазу, но оно должно работать. Безусловно, нужно ещё думать и о внешней стороне. Это и тротуары, это и плитка. Безусловно, у нас озеленение требует и центральная часть, и в принципе, скажем так, ну даже я не буду называть это окраинами, но там, где заканчиваются границы города, это захребётка, это безусловно, у нас очень много песка и на Сахалине, и РСУ. В следующем году организаторы акций планируют разнообразить ассортимент деревьев, заготовить саженцы, рябины и черёмухи. И, конечно, привлечь больше горожан, ведь сделать город зелёным может каждый. Природа округа и моя фантазия. Такой кружок, приуроченный Году экологии, организовали для детей, посещающих летний лагерь при 4-й школе. Ребятам рассказывают, как сберечь природу, проводят различные акции и мастер-классы. На одном из таких школьники узнали, что мусор можно не только выбрасывать, но и использовать для творчества. Для какого именно, смотрите в следующем сюжете. В руках 10-летней Софии обычная решётка от яиц превратилась в зелёную гусеницу. Раскрыт свою фантазию девочке помогли педагоги из кружка «Природа округа и моя фантазия», который организовали в рамках летнего лагеря. Это бросовый материал, просто была коробочка от яиц, вырезали одну часть, раскрасили, вырезали глазки, ушки, носик, усики, шляпка у неё даже есть. А вот подружка Софии Кристина сделала настоящую объёмную экспозицию из втулок от туалетной бумаги. Девочка не только сама даёт вторую жизнь ненужным материалам, но и приучает к этому младшего брата Рому. Мы с ним вместе делали. А что делали? С собой и обклеивали стаканчик. И как ему? Ну, он пока не хотел, а потом он пришёл ко мне, и мы делали вместе. Превращать вторичный материал в произведение искусств ребят из летнего лагеря при четвёртой школе научила Галина Артеева. Преподаватель не только в кабинете рассказывает и показывает, что можно сделать из давно ненужных вещей, но и приучает ребят любить и беречь природу в походе. У нас на детской площадке очень много внимания уделяется кружковой работе. Так как 2017 год в России объявлен годом экологии, то мы с ребятами выбрали для нашего кружка тоже экологическое направление. Называется кружок «Природа округа» и «Моя фантазия». В рамках этого кружка мы ходили два раза в поход, и в походе мы убирали от мусора прилегающие территории к нашему месту отдыха. Кажется, фантазии ребят нет предела. Уже сегодня старая газета в ловких руках юных творцов превращается в символ нашей страны – березу. Я делаю березу из браслого материала, из газеты. А вот с помощью какой техники? С помощью жгутика. И как это надо сделать, расскажи? Надо взять кусочек газеты и начать скручивать. Вот такая вот красивая объёмная аппликация может получиться из обычной старой и давно ненужной бумаги. Достаточно включить своё воображение. Любить и беречь природу ребят из отряда «Светлячки» учат не только в походах и при помощи изготовления игрушек и сбросового материала. Специально для ребят сотрудник Центра природопользования Ненецкого округа рассказала о заказниках и заповедниках нашего округа, которые также нужно оберегать. А впереди у ребят не менее полезное занятие – высадка деревьев на территории школы. На этом всё. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин